Мы потеряли друг друга Это все было предначертано нам судьбой? Я не могу найти дорогу Минки Интертеймент представляет Добро пожаловать на самый уютный кейпоперский канал Очень долго я не могла собраться с силами, чтобы сделать теорию по Монста Экс И наконец-то это случилось На самом деле было очень тяжело писать сценарий Искать какие-либо зацепки, когда вышла такая печальная новость о Вон Хо Но несмотря на это, давайте ненадолго погрузимся в мир Монста Экс Хочу заранее вас попросить поставить лайк Создать эту теорию было нелегко Я знаю, Монбебе поддержит меня Заранее каждому большое спасибо Ну а теперь теория Которую я назвала Параллельные миры Приятного просмотра За основу было взято три клипа Драма Рама Дестройер И Файнд Ю Потому что только в этих трех клипах Я увидела то, что сейчас вам расскажу Небольшой дисклеймер Эта история основана на наших догадках с братом Соглашаться или нет Решать только вам Как мы уже с вами догадались Начало этой истории начинается именно с клипа Файнд Ю По сравнению с предыдущими клипами Тут все просто и понятно Есть наш главный герой Хён Вон У которого есть друзья Они хорошо проводят время Уверена Этими сценами нам хотели показать Насколько тогда они были счастливы И вот в один судьбоносный день Хён Вона забирают родители В чем мы после убеждаемся Что это действительно его родные Так вот Его забирают родители И они попадают в аварию С этого все и начинается Это все Было предначертано нам Судьбой Хён Вон приходит в себя Возле него все его друзья Но, к сожалению, нет родителей Субтитры создавал DimaTorzok А вот дальше начинается самое интересное Когда я смотрела на эту комнату Я обратила внимание на часы Которые были развешаны По всей стенке И тогда у меня в голове возник вопрос А откуда у отца Хён Вона Те самые часы С которых началась Эта печальная история Семерых друзей Неужели отец знал О путешествиях во времени? Смотря на кабинет отца Можно подумать Что он был непростым человеком Возможно Он и играл с такими вещами Как путешествия во времени А вот Те самые часы Я много раз пересматривала этот момент С первого раза я подумала Что он случайно это сделал Но когда я все больше и больше Углублялась в эту историю Я поняла Он специально отмотал время Чтобы попробовать спасти своих родителей Он был не уверен Что у него получится Но с большим страхом Он рискнул Давайте обратим внимание на часы На которых нам показывают год 2047 Получается изначально Эта история началась в будущем Куда же он отправился? Раб судьбы Запутавшийся в клубке нитей Я потерялся в пространстве Огражденном этой стеной Я не могу найти дорогу Дальше начинается Дестройер и Драморама В перемешку Эти кадры нам отчетливо дают понять Что он потерял их В разных измерениях Или еще как говорят Параллельные миры И этот поиск Который показывает Эту долгую игру со временем Дальше вы поймете Почему я так решила Пожалуй моя самая нелюбимая часть теории Ибо тут слишком много информации Которую я долго не могла понять Много камер Хакеры в роли Джухона и Аэма Много непонятной писанины И так далее С каждым просмотром этого клипа Ко мне приходили разные мысли И самые адекватные Вы сейчас услышите Как мы уже поняли по камерам наблюдения Парни в 2018 году И они изо всех сил пытаются попасть К Хёнвону Как бы сложно И больно им не было Начну я пожалуй с вот таких вот цифр Которые высчитал Ки Хён Их мы можем заметить И на вагоне В котором находится Хёнвон Я не думаю что это в прямом смысле Вот они ищут этот вагон В котором находится Хёнвон Как я уже говорила Вагон олицетворяет То измерение Где находится Хёнвон И ребята хотят попасть к нему Давайте допустим Что эти цифры Координаты местоположения Хёнвона Джухон и АМ у нас хакеры Которые выслеживают Хёнвона по камерам И они его находят Хочу обратить ваше внимание На время которое стоит на месте Почему оно стоит Не значит ли это то Что они делали это множество раз Дальше выслуживают Хёнвона по камерам теперь вы понимаете к чему был этот момент в клипе find you вы спросите почему я так решила давайте посмотрим внимательно на эти кадры он вон достает часы у которых время идет быстро и в обратную сторону песочные часы разбиваются уж она проносятся все те моменты когда они уже пытались попасть к хион вону часы адрес метро поездную в конечном итоге шину который взялся за голову он вспомнил то что уже было много раз к слову почему и ван хо задержал ки хиона когда тот обнаружил координаты хион вона он не хотел чтобы тот заблудился во временном туннеле или же вон хо просто хотел чтобы он остановился тут вы уже сами решаете и кстати тот момент с аэмом и джухоном когда они взломали камеры в том месте где должен был быть хион вон но там его уже не было неужели они все время промахивались а теперь максимальное внимание сейчас я объясню почему я решила что они находятся все в разных измерениях сейчас мы с вами разбирали the connect где все ребята кроме хион вона разбиты по парам джухон аэм вон хо ки хион минхёк шону а теперь давайте заглянем драморамы и посмотрим какие пары там верно совершенно другие в какую параллельную вселенную они забрали в этот раз кто эти люди почему они хотят отобрать часы неужели в их мире путешествие во времени запрещены так и есть по какой-то причине нельзя использовать перемещение во времени как мы с вами видим это ничем хорошим не заканчивается вот поэтому они гнались за аэмом минхёком вон хо чтобы отобрать эти часы и отправить туда откуда они пришли что в принципе нам и показывают у вас наверняка есть вопрос почему хион вон дал им часы логично же он хотел помочь ки хиону и минхёку оба потеряли лучших друзей он наверняка смирился с тем что он их потерял и пытался хотя бы помочь им окей стоит следующий вопрос почему ки хион пытался отмотать время но джухон все разбивался и разбивался и тогда ки хион попросил хион вона разбиться вместо джухона неужели этого было не избежать верь в судьбу верь в нас верь искренне верь что ничего не изменится закрой глаза и поверь поверь мы будем вместе даже если наши воспоминания повторяются как замкнутый круг время идет назад все вывернулась наизнанку это финал мы связаны единой нитью не знаю как у вас но у меня мурашки после таких слов вроде бы сильные слова да но к сожалению от этих слов становится холодно потому что они сказаны человеком у которого больше нет надежды а теперь ребята приготовьтесь сейчас будет вы нас мозга смотрите очень внимательно я дам маленькую подсказочку если вы вдруг не поняли помните пары из destroyer джухон аэм вонхо ки хион минхёк шону пары в драма рама это джухон ки хион шону вонхо минхёк аэм а теперь смотрим еще раз мы потеряли друг друга бесконечно блуждая во временной петли не осознавая что наша судьба повторяется да мы только что увидели две параллельной вселенной если это судьба мы уже встретимся снова или я останусь навсегда на этой дороге где погибли мои родители сколько я бы не пересматривала эти три клипа все равно не хватало деталей чтобы до конца понять что здесь происходит но я вспомнила что когда ребята были в туре где на их концерте показывали дополнительные отрывки к истории и когда я нашла эти кусочки на 90 процентов все стало понятно если кто не видел то видео ссылочку оставлю в описании стало четко понятно что ребята в параллельных мирах они пытаются помочь друг другу скорее всего именно поэтому хион вон начал создавать похожие часы и отдавать ребятам чтобы те хотя бы попали к своим парам я имею ввиду Мин Хёк Каэму, Джу Хонг Ки Хёну, Вон Хо Кшуну я ранее об этом говорила он хотел чтобы хотя бы они были вместе в мире Монста Экс перемещение обычное дело только вот как нам показывает это было незаконно люди в черном гнались за нарушителями единственное что я не понял это то почему это было запрещено а что насчет Хён Вона он все так же пытается отмотать время и оказаться в том измерении где они были вместе и поэтому нам показывают Хён Вона который под водой показывая всю безнадежность и попытки стать счастливым он снова и снова отматывает время оказываясь в разных измерениях и он снова и снова повторяет эти слова если это судьба мы же встретимся снова может звук и цвета кто посланного алюминистрации не тому алюминистрации ему всегда помогает это судьба и он мы мы не Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, Монбебе, на этом моя теория подходит к концу. Сразу хочу сказать, в моей теории не все идеально, и я это знаю. Возможно, вы найдете какие-то несостыковки, или же я забыла что-либо объяснить. Я человек и имею право на ошибку. Я буду безумно тебе благодарна, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях у себя на страничке, или же скинете своим друзьям. Поставь обязательно свой царский лайк, и обязательно напиши абсолютно любой комментарий. Так вы мне поможете вывести видео в рекомендации, чтобы больше Монбебе узнала о теории. Также, если вам интересно, можете посмотреть теорию по BTS. Их аж три части. Ссылочки будут в описании. Увидимся в новых роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok